итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пятница 20 сентября и давайте посмотрим на евро и фунт если евро в принципе остался в боковом канале вчерашние новости о том что федеральный резервный банк нью-йорка продолжает сумасшедшими темпами закачивать ликвидность на рынке очередной раунд на 75 миллиардов что в принципе можно отнести к количеному смягчению который фрс в принципе просто раньше проводила постоянно в рамках программы то и мы видим что пара зависла в боковом канале так как пока трейдеры и экономисты гадают почему это происходит с чем это связано с подходом очередного финансового кризиса либо с какими-то другими внутренними факторами и спрос как на американский доллар так и на евро пока видим серьезно отсутствует поэтому как только появятся какие-либо новости киев либо комментарий может со стороны фрс вообще может быть федрезерв возобновит на программу смягчения все это и будет служить направлением дальнейшему движению в евро долларе а так у нас остается сопротивление 10.74 ложный пробой здесь в первой половине дня после обновления максимума и 18 и 19 сентября сигнал на продажу если пробиваемся выше то скорее всего легко дотяну до 11.09 если мы идем вниз первой половине дня то ложный пробой на 10.31 сигнал к покупкам но лучше всего покупать от нижней границы на 0.992 из фундаментальных данных у нас сегодня в принципе ничего интересного не публикуется индикатор потребительской уверенности во второй половине дня и в принципе выступает представители фрс возможно они прольют свет на действия федерального резервного банка что касается британского фунта здесь ситуация поинтереснее видим что мы пробились все-таки выше сопротивления 25 10 на которые я обращал внимание еще в вчерашнем прогнозе 25 05 произошло это после вчерашнего выступления жанна глада юнкера он заявил о том что ес готовы пойти на встречу великобритании и подписать соглашение так как никто затягивать не хочет также добавил что правительство великобритании еще в начале недели отправил ему документы с предложениями по новому соглашению но пока он их не посмотрел поэтому от каких-либо комментариев на этот счет он отказался все это было воспринято рынком как позитивный сигнал к покупкам и видим мы уперлись 22 55 на которые я обращал внимание довольно много и сейчас его повторный пробой может привести к дальнейшего счастья тенденции это на 26 2 0 и 26 39 здесь только первые продажи фунта формирование ложного пробоя с возвратом по 25 55 ближе ко второй половине дня также будет сигнал на закрытие коротких позиций так как принципе заявление инкера еще надо чем-то подкрепить а без серьезных оснований и более детальных нюансов по соглашению которую отправила правительство великобритании конечно рост будет умеренным но видим что все-таки любит у нас покупать и продавать фунт на каких-то слухах и разговорах и тенденция развивается в пользу покупателей пока возврат по 25 55 может привести коррекции на 24 75 ну а более крупным уровнем остается 23 97 здесь можно открывать длинные позиции по фунту сразу наскок всем удачи хороших выходных а